Гоните ненавистного врага из нашей Великой Руси! Пусть славное имя Дмитрия Донского ведет вас на битву за священную русскую землю! Вперед к победе, братья-воины! Танковая колонна Дмитрия Донской была создана по инициативе Московской Патриархии на пожертвование верующих, после чего была передана в 1944 году Красной Армии. На строительство 40 танков было собрано свыше 8 миллионов рублей. В состав танковой колонны Дмитрия Донской входили 19 танков Т-34-85 и 21 огнеметный танк ОТ-34. Это были совершенно новые машины, способные на равных сражаться с немецкими тиграми. Подойдя к вражеским укреплениям, огнеметные танки буквально разрушали и уничтожали укрепления противника. Передача частям Красной Армии танковой колонны состоялась 7 марта 1944 года у деревни Горелки недалеко от Тулы. Технику получали 38-й и 516-й отдельные танковые полки. Менее чем за два месяца 38-й отдельный танковый полк прошел с боями более 500 километров, уничтожая врага. За проявленное мужество, доблесть и героизм 49 танкистов были награждены орденами и медалями СССР. Боевой путь 516-го отдельного огнеметного танкового полка закончился в Берлине. Там они и отпраздновали победу. За отличные боевые действия полк награжден орденом «Красное Знамя». О беспредельном мужестве и героизме танкистов свидетельствует тот факт, что 19 человек, сражаясь до последнего дыхания, сгорели в боевых машинах САЖУ. Среди них посмертно награжденные орденами Отечественной войны первой степени командир танкового взвода лейтенант Гоген и механик-водитель Соломко. Так в борьбе за общие идеалы в годы Великой Отечественной войны патриотические чаяния русских верующих и духовенства воедино слились с героизмом и доблестью воинов Красной Армии. А знамя Дмитрия Донского, ведущего русских воинов в бой, навека останется в памяти русского народа, как олицетворение победы над сильным врагом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok